итак приветствую вас дорогие интернет зрители с вами скудер и канал ни слова об играх и сегодня мы с вами будем бомбить из крупного калибра по нашим ностальгическим чувствам калибр этот называется sega mega drive 16 бит 16 битный значит калибр видите тут в обратном порядке чем меньше бит тем больше калибр вот так здесь работает в общем сегодня как вы видите вот по той картиночки вот тут вот да сегодня будет дюна дюна 2 battle for rockets это вот как в старые добрые времена виде телевизор мельтешит давайте включим значит нашу приставку так где тут картридж с дюной кассета кассета с дюной кассета с нашей дюной так вот она вот она кассета так включаем поехали значит сразу прошу прощения за то что я немножечко гнусавлю ну я приболел малеха до этого было совсем все плохо но сейчас уже на поправку и до остались остаточные явления эти девяносто четвертого года играем это родоначальник в общем-то говоря стратегии в реальном времени переведенная кстати она на русский язык да смотрим киношечку харканин и ордосы ох эти запилы шикарно дюн бэтл форракис кстати тут нет двойки давно звоним так чё у нас в опциях в опциях у все достаточно стандартно тут звуки фанатека это можно все послушать всю музыку которая есть в игре ну и вести пароль вести пароль это вообще отдельный фетиш да многие думаю помнят пароль девастатор все дела вот 2002 год но это уже переведенная на 2002 игру перевели на русский язык в общем да в девяносто втором на самом деле она вышла да это порт на sego уже сделали в девяносто четвертом году поэтому это порт который мы играли так как мы значит будем проходить то есть здесь видите 33 дома три отряда хотите их называйте любимому естественно это харконины вот но я решил играть потом наверное от рейдосы на втором и ордосы в принципе да на третьем месте такие слабоватенькие они чё-то как-то хотя за них интересно играть на самом деле и я решил как бы в обратном порядке играть чтобы ну игра долгая каждая компания за каждый из этих домов достаточно длинная и чтобы интерес так сказать у меня не угасал вот самое вкусное я оставил напоследок соответственно буду играть сначала за ордосов потом наверное за тридосов и уже напоследок за харканенов их компанию я знаю лучше всего их войска мне знакомы лучше всего вот поэтому как то так то есть начнем мы за ордосов ну что же начинаем надеюсь что вам дюна нравится так же как и мне захотелось мне вот поиграть в дюнку может быть да это не очень скажем так для моего канала обычно хотя стримы у меня были по сеге прохождение еще не делал но я думаю почему бы и нет у меня канал посвящен не только гонкам не только playstation не только уж тем более гран туризма сега в общем дюна 2 the battle for ракет погнали ордосы ментат в доме ордосов выходят все входят семьи обладающие огромными состояниями нажитыми различными путями понятия чести совести и благородства не для нас мы предпочитаем подкуп и терроризм и так ты готов присоединиться к дому ордосов ну да чувак раз уж я выбрал вас то готов погнали я буду твоим ментатен можешь звать меня аммоном чтобы доказать свою полезность картелю ты должен заработать для нас тысячу рублей это не так много чувак построй завод по очистке и приступай к сбору спайса ну-ка посоветуем ничего не построить фундамент затем электростанцию после этого возведя завод по очистке ты сможешь заработать наши деньги мои деньги мои извини извини рановато я ищу проявляю эго свою так ну что ордосы я постараюсь играть как бы так сказать немножко учитывая особенности вот как сказал этот вот чувачок они подкуп да и терроризм используют то есть я постараюсь играть примерно вот как они должны да то есть здесь мы будем чисто в первых миссиях где можно мы будем только не буду воевать в общем то есть многие знают что не только в первой миссии можно купить так сказать себе победу но и еще во второй ну точнее на первое вот это вот миссии вообще не считается это как бы такой пролог обучения вот соответственно за ордосов будем использовать деньги да вот как-то так терроризм не знаю может быть них орни септоры есть но это не скоро появится это летающая техника именно военная не вот эти корабли доставки снабжения ах вы засранцы ну-ка уничтожит вот соответственно за харканина будем играть максимально жестко так как они такие тираны до военная сила там все не будем никого оставлять живых стараться всех вырезать на карте вплоть до харвестеров я буду стараться за них играя когда то есть не убивать последнее здание сначала всех арвестеров вырезать вот так чая заказал еще одна зачем соответственно а вот за трейдосов будем захватывать здания что они как бы такие самые благородные типа стараются на свою сторону перетянуть если это возможно нежели убить там и прочее такое вот соответственно ну как-то так короче за ордосов будем подкупать ну в принципе естественно будем воевать черт возьми здесь в дюнке особо нам не предоставляется каких-то выбора большого все равно игра за всех она примерно одинаковая будет но вот как-то буду пытаться что-то как-то разнообразить вот первая миссия значит здесь вражеского ух ты этот рупер смотрите-ка ну был классно хрустит не правда ли вот ну это скорее должен харконин так хихикать злобно так чё это он говорит забыл же короче да здесь нету вражеской базы здесь только вот разрозненные такие войска ну давай убиваем уже черт все-таки потеря одного нашего чувачка не успел зря убегал ладно значит нам здесь надо тысячу набрать вражеской базы нету сейчас этот привет привез 700 нам наш хорвестер что-то в районе девятиста будет там с копейками чуть-чуть не хватило в общем он доберет потом и мы соответственно выкупим эту территорию как собственно ордосы и желаю где кто да ты ладно тебе вот в детстве соответственно диск диск кассета мне это досталось от моего друга от моего тезки ведь к видео к если ты будешь когда-то это смотреть тебе большой привет куда-то там на камчатку где-то сейчас не знаю вот значит он купил себе этот диск в дюне я вам про нее тоже рассказывал у нас одноименно этой игре дюна был компьютерный клуб дюна вот и значит давайте хватит уже собирать поехал в общем он купил пришел ко мне со своим братом и говорит о смотри что я купил какую классную игруху сейчас мне там объяснили она сложная капец ну интересно короче у меня включил первую миссию вот эту показал как что тут строить я ничего не понял вот серьезно это сейчас вот слышится смотрится как-то очень удивительно что не знали как играть стратегии да черт возьми у нас тогда многие игры вообще первые были которые мы видели такие жанры вообще надо было разбираться это не то что вам сейчас на ютубчик включил и все понятно там реально он очень долго мне объяснял что и как постройка базы что строить заходить какие-то здания что-то строить технику каких-то чечек так если ты сможешь показывать такие же результаты в дальнейшем то возможно мы найдем тебе место в нашей организации то есть до сих пор еще я не нанят я как бы у меня срок как это называется эксплуатации короче меня проверяют так музычка кстати классная победная у ордосов так вот он первый код доминейшн у меня записан все хорошо потерял эти тратку у меня все были коды черт возьми на меня потерял так ладно идем далее теперь ты волен выбирать заработать для нас две тысячи семьсот рублей или же уничтожить войска харконин of ты волен выбрать сам но предупреждаю мы не потерпим конкурентов особенно если ими бы ими будут харконин и ну-ка посоветуй мне что-нибудь если у тебя есть радар то ты можешь построить бараки я тебя понял я бы сделал так чтобы надежнее защитить пехотой хорвестер от кого их тут защищать червей тут в этой миссии еще не будет ком принципе на хорвестеров не нападает хотя тут карта будет маленькая может и будет нападать но это все равно такой себе совет на самом деле отдыхай короче я сам знаю как не воевать ухо сколько нам насыпали разных войск кстати да ордосы вот в этой миссии в первой вот это напоминаю первая миссия вот только сейчас то что мы до этого прошли это не считалось первой миссии код видели там был на первую миссию так вот да разбираться было в игре очень сложно это было все в новинку абсолютно и я помню даже сейчас те ощущения странные какие-то я даже не могу сказать я вот вам сказал что мне на не понравилось нет она мне скорее ну как блин сказать-то не понравится она непонятная была она реально она была очень непонятной игрой и это нормально я думаю все с этим столкнулись дело тут просто в том понравилось или нет но то что она была изначально непонятной это сто процентов для тех кто впервые тогда сталкивался не сейчас я имею сейчас-то понятно всех стратегии играли с ученом новинку в общем-то смотри как бы проныра сюда иди так что я увлекся ладно строим базу в общем было непонятно и он ушел вечером ну и как бы не помню через день через два где-то приходит ко мне может через недельку в общем он застрял я так понял в какой-то миссии типа там во второй в третьей и не знал что дальше делать вот и соответственно игра ему нафиг разонравилась и он мне ее предложил и ее у него купить вот не помню вот с первого раза вот я говорю я не разобрался но по-моему он тогда или еще раз а нет нет вру вру не так было вот я вспомнил он дал мне ее поиграть сначала он пришел ко мне чё грит хочешь взять поиграть я говорю а чё такое он ну вот чё то я там не могу не разобрался давай это самое так мол и так и она у меня была да эта кассета была у меня мы с лёхой в нее опять же таки играли и потом через пару дней еще он зашел ко мне и притащил мне код крит вот код на короче на предпоследнюю миссию за красных и какой это код как вы думаете был естественно это был код девастатор вот а нет это не он принес это лёха раздобыл мне этот код он то сам именно не видел по-моему да блин давно это было чёрт ребята сейчас это вспоминается скрипом всё да точно сам Витёк не видел игру как бы то есть он видел только вот эти трайки там вот всякие да мотоциклы там джипики которые есть там в 1 2 миссиях а лёха достал код код на девастатор ой на девятую миссию на восьмую нет на седьмую миссию за красных и мы включили её и офигели не видно же было ну то есть их танков чё всё вот эта вот мощь как-то всё было а тут оказывается есть такие вооружения мощные танки уже ну и соответственно конечно там было интересней короче мы так и не смогли эту миссию пройти мы её ковыряли несколько дней там по-моему вот и потом ещё через несколько дней Витёк приходит и говорит ну чё покупай у меня короче эту кассету что-то не хочу я в неё играть ну и вот раскусив уже распробовав так скажем это блюдо я её купил эту кассету этот картридж и всё и потом уже будучи когда эта кассета стала моей Витёк как-то так же пришёл и увидел поздние миссии где вот всё это вооружение уже пушки техника куча заводов да война идёт танки там мощные и вот тогда да он такой типа ого ничего себе как тут ну типа развиться можно вот такой немножко приофигел и соответственно ну не знаю пожалел он на самом деле нет скорее всего не особо-то пожалел потому что видно было что ему игра как бы не очень зашла видимо вот сам когда он ко мне пришёл и стал о ней рассказывать он был такой в запале весь это самое а потом когда он видимо начал играть и она она же сложная достаточно такая по тем временам имею ввиду что мы были подростками вот и в общем да столкнулся с проблемами и как бы в общем видимо разонравился наверное то есть такой непреодолимой стало для него вот мы ковыряли ковыряли и за Харконина получилось так мы сначала с Лёхой прошли с первой миссии по какую-то там хрен её знает ну может по вторую по третью и на ней завязали потом соответственно Девастатора ввели код это предпоследняя миссия с горем пополам там её прошли и потом стали играть в последнюю миссию где мы уже против фиолетовых воюем это как многие знают войска императора уже вот ну и соответственно сначала мы прошли с предпоследней миссии за Харконинов а середина как бы не была пройдена то есть где-то миссии там допустим 4 5 6 они так и остались непроходимы потом соответственно начали всё в том порядке ковырять в котором нужно так давайте-ка ребята вот вы тоже сюда идите вот ну и соответственно первые за кого мы прошли полностью это естественно были Харконины вот вот так спайса маловато и значит 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 потом начали за трейдесов Лёхе понравились от трейдеса и вот он за них там начал играть ого шлёп и нету да капец так так надо на разведочку кого-нибудь отправить зелёненький ещё зелёными жизнями и мы тут же видите все коды в дюне они не просто набор там цифр букв или ещё чего-то здесь вполне осмысленные понятия да даны даже это не просто слова это именно понятия там ну вот например там первая миссия у Ордосов Доминейшн у Харконин Демолишн то есть тоже схожие названия но это подобрать тоже там допустим третья миссия там есть у всех трёх домов в коде на эту миссию мента да это какой-нибудь там эвил мента для Харконинов там ещё не помню честно все вот и соответственно код на предпоследнюю миссию это спешил оружие каждого из домов то есть у Харконинов это Девастатор у Ордосов спешил оружия как такового нету но вот этот красящий танк там у них что-то своё но вот именно у этих у Атридесов и у Харконинов у них своё вот специальное оружие и мы стали подбирать у соответственно Харконином на предпоследнюю миссию код на на предпоследнюю миссию у Атридесов и чёрт возьми мы подобрали её прикиньте мы несколько дней колупали ковыряли и все между прочим они должны быть из десяти букв это тоже как бы ну такая подсказка и мы там Соник Танк Соник что-то ещё там ну то есть понятно было что Соник там должен быть в названии этой миссии и таки да Соник Бласт мы с ним подобрали и блин это было реально круто мы одни из немногих кто смогли такое замутить вот блин как бы не пришлось всё таки завод строить что-то оборонитель а 2 600 уже так всё ребята гоните в этот всё видите 2700 рублей мы накопили и всё мы выкупаем эту территорию соответственно мы купим с потрохами этих Харконинах проклятых вот падки на деньги все понятное дело денег у нас дохренище поэтому мы тупо сейчас возьмём и всех купим вот так вот да да всё в общем с Дюной связано очень много таких воспоминаний интересных вот истории и прочего классно я думаю у многих из вас что-то есть что рассказать рассказывайте в комментариях в общем буду записывать по одной миссии за серию здесь просто две первых они очень короткие поэтому я их объединил в одну серию и мы с вами так картель оценит оказанные ему услуги если ты сможешь продолжать в том же духе то мы обеспечим твое благополучное будущее да видите короче нравится ему что мы кучу бабла зарабатываем кучу денег и кстати еще маленький штришочек заметьте у ордосов у них больше денег на старте каждой миссии немножечко больше может быть это не относится к первой вот но дальше так как они вот любят деньги да вот это вот все дело у них всегда чуть чуть больше денег на старте на развитие дается я вот это тоже заметил так ну тут все показатели в пользу нас всего лишь двоих нас уничтожили да даже в первой миссии мы одного потеряли а здесь всего двух ну пустынный червь название конечно не особо гордое да но это только начало так ну как я уже сказал тогда давайте на этом закончим это первая серия надеюсь что вам понравилось Dune the Battle for Arrakis воюем за ордосов рассказывайте какие может быть воспоминания у вас связаны с этой игрой интересные захватывающие как вы познакомились с этой игрой это все таки первая серия и под ней можно вот делиться такими тоже начинаниями знакомства с этой игрой вот дальше уже будем что-то более серьезное обсуждать непосредственно об игре внутриигровое все с вами был как всегда скудер канал ни слова об играх увидимся в следующей серии в следующей серии